Растерянность и отчаяние сменились решимостью. Нужно было действовать, не теряя ни единой минуты. У него был только один единственный шанс уцелеть, максимально быстро оказаться как можно дальше от этой виллы, от Кипра и, главное, от самого Назарова. Да, Розовский не стал даже возвращать дискету на место, на это уже не было времени. Он лишь вызвал на дисплее резервный счет Женевского банка. На счету фирмы в Женеве оказалось больше трехсот миллионов долларов. Вот из них он и возьмет свою долю. Розовский стер из памяти Спарка полученную им информацию, погасил свет и вышел из компьютерной. Поднялся на верхнюю террасу, свет библиотеки еще горел. Неспешно, попыхивая сигарой, чтобы не возбудить никаких подозрений охраны, прошел в свою комнату и быстро переоделся. Через десять минут он уже ехал на такси в Ларнакский аэропорт. Чем дальше Каравелла удалялась от Кипра, тем больше успокаивался Розовский. Пассажиров в салоне первого класса было немного. Целые ряды пустовали. Кресла были просторные, колени не упирались в спинку передних кресел, как в туристском классе. Можно было расположиться, как душа того пожелает, и не беспокоиться о том, что кто-то из соседей поморщится от дыма его коронос. Миновали Афины. Каравелла шла над Италией. Привычного Уайт-Холла в баре самолета не оказалось. Пришлось довольствоваться Джонни Уокером. Тоже неплохой виски, очень недурственное, хотя и не из дешевых. Но не пить же плебейский скотч только потому, что он халявный. Он мог себе позволить не думать о деньгах. Он был богат. Он был свободен. И, главное, он был жив. Может быть, это и есть счастье. Розовский уже знал, что будет делать в ближайшие часы. Из аэропорта в банк. Оттуда в Париж на обычном поезде, чтобы его фамилия не осталась в компьютерах трансагентства. В аэропорту Орли он купит билет на ближайший рейс до Москвы на свое имя и по своему паспорту. После этого российский гражданин Борис Семенович Розовский перестанет существовать. А из аэропорта Шарля де Голля в Нью-Йорк вылетит гражданин США, выходец из Израиля, господин Борух Блюменталь. И навсегда бесследно растворится в вавилонском столпотворении гигантского тысячеязыкового мегаполиса. Каравелла компании Эль-Аль прибыла в Женевский аэропорт Куэн-Трен точно по расписанию, в 9.20 утра по местному времени. Моросил мелкий дождь, над летным полем тянулись низкие облака. Над толпой на перроне зала прилета лоснились от влаги десятки черных и цветных зонтов, люди были в темных костюмах и плащах. Белые полотняные брюки и блейзер Розовского, вполне уместные на Кипре, здесь обращали на себя внимание. Досадуя на непредвиденную задержку, Розовский взял такси и приказал отвезти себя в бутик неподалеку от Ратуши, где он пару раз заказывал костюмы и клубные пиджаки. Часа через полтора два костюма, светло-серый и темная строгая тройка, были подогнаны по росту, подобрана обувь, рубашки и галстуки. Полный резон был остаться в тройке и ехать в ней в банк, но это был не гум, где какой-нибудь приезжий северянин облачается в навье, а старый костюм запихивает в урну. Пришлось распорядиться, чтобы покупки упаковали и отнесли в такси. При расчете возникла небольшая заминка. Хозяин бутика, породистый, высокий швейцарец, уважительно принял из рук Розовского кредитную карточку Американ Экспресс, но через несколько минут вышел из своей стеклянной клетушки с крайне озадаченным видом и на ломаном английском сообщил, что банк не подтвердил платежеспособность уважаемого клиента. Это была чушь совершеннейшая. Карточка была выдана московским банком, в котором Розовский был вице-президентом, и всего несколько часов назад в аэропорту Ларнаки он рассчитался ею за билет без всяких проблем. Но разбираться в этой накладке Розовскому было не досуг. Он расплатился наличными и велел таксисту ехать в отель «Кларте», в котором он с Назаровым всегда останавливался, когда случалось приезжать по делам в Женеву. Здесь Розовского помнили. Менеджер радушно приветствовал его и сообщил, что по счастливой случайности его обычный номер, двухкомнатный апартамент на восемнадцатом верхнем этаже с пентхаусом и прекрасным видом на Женевское озеро и Усть-Яроны, свободен и готов к приему уважаемого гостя. Следует ли ему, как обычно, отнести плату за счет фирмы господина Назарова? Розовский расписался в счете и поднялся в номер. Его покупки, упакованные в фирменные пакеты бутика, уже ждали его в просторной гостиной. Он надел черную деловую тройку и несколько минут рассматривал себя в просторном, во всю стену зеркале гардеробной. Ему понравился собственный вид. Респектабельный господин в самом соку, с прекрасным средиземноморским загаром, с бриллиантовой заколкой в галстуке, с дорогой кубинской сигарой. Он ощутил даже некоторую торжественность момента. Не каждый день человек меняет свою жизнь так, как намерен был сделать он. Не каждый день отряхивают с ног прах прежней, суетливой, хлопотливой, полной проблем и опасностей жизни, подчиненной крутой воле шефа и капризам дуры жены, омрачаемой пьянками и карточными долгами великовозрастного сына-балбеса, постоянным вымогательством любовниц. Все. Кончилась эта жизнь. Начинается совсем другая. В таком, приподнято-торжественном настроении, он поднялся по широкой лестнице Центрального банка Женевы, миновал колоннаду фасада и вошел в огромный операционный зал. Пол его был уложен полированными мраморными плитами, своды покоились на высоких оспидно-черных колоннах. Клерков, сидящих за дубовыми барьерами, отделяли от клиентов не стекла, как в новомодных банках, а позолоченные решетки, чем-то напоминающие мелкие трубки органа. Здесь все было неколебимо, незыблемо. С этим банком никогда ничего не случалось и никогда ничего не случится. Розовский прошел вглубь зала, где, как он знал, было бюро старшего банковского служащего, занимавшегося крупными операциями. — Шплякензе-дойч? — спросил он, не сомневаясь в ответе. — Здесь все говорили и по-немецки, и по-английски, и по-французски. До русского, правда, еще не дошло, но если дело пойдет и дальше такими же темпами, очень скоро дойдет. А Терлих подтвердил служащий. — Что вам угодно? — Мне угодно перевести некоторую сумму из вашего банка в Нью-Йорк, в Чейз-Манхэттен-Бэнк, — ответил Розовский. — О какой сумме идет речь? — Двести миллионов американских долларов. — Очень поманивало сказать триста, но он сдержался. — Нет, двести. Он честный человек. Ему чужих денег не надо. Двести. И точка. Глаза служащего уважительно округлились. — Я должен поставить в известность вице-президента банка, — сказал он и, извинившись, скрылся. Минут через пять появился и почтительно проводил Розовского в солидный кабинет на втором этаже. Вице-президент встретил его на пороге приемной. Не в наших правилах задавать клиентам излишние вопросы, но в данном случае я считаю своим долгом спросить, вызван ли ваш трансфер недостаточно хорошим обслуживанием нашего банка. — Ни в коем случае, — возразил Розовский. — Ваш банк лучший из всех, что я знаю. Это просто необходимая деловая операция и только. Вот моя карточка и банковская книжка. Я хотел бы, чтобы указанная сумма была переведена в честь Манхэттенбэнк на номерной счет на предъявителя. Вице-президент передал документы Розовского служащему. Тот бесшумно исчез. Минут через пять, в течение которых вице-президент вел со своим весьма солидным клиентом светский разговор о погоде, на селекторном пульте замигала красная лампочка. Вице-президент взял телефонную трубку, молча выслушал сообщение и, извинившись, оставил Розовского в одиночестве. Еще минут через пять он вместе со служащим вернулся в свой кабинет. Лица у обоих были озабоченные. Розовский насторожился. — Могу я взглянуть на ваш паспорт? — спросил вице-президент. — Разумеется. Розовский протянул банкиру свой российский паспорт, недоумевая, зачем он ему понадобился. Вице-президент сравнивал данные паспорта с какими-то бумагами, которые показывал ему служащий. — В чем дело, не выдержал, наконец, Розовский? У вас проблемы? — Нет. — Проблемы, как я понимаю, у вас. Дело в том, господин Розовский, что ваш допуск к счету аннулирован. — Как аннулирован? — ошеломленно переспросил он, одновременно понимая, что произошло что-то страшное, непоправимое. — Аннулирован, — повторил вице-президент. — Распоряжение об этом поступило по электронной почте от господина Назарова сегодня в шесть часов тридцать минут утра. — Шесть тридцать. — Самолет как раз заходил на посадку в Афинах, — машинально отметил Розовский, и тут же болезненно сморщился. — Причем тут самолет? Причем тут Афины? — Этим же распоряжением в нашем банке на ваше имя открыт другой счет, — продолжал вице-президент и протянул Розовскому листок компьютерной распечатки. Вот его номер и сумма. Этот счет находится в вашем полном и единоличном распоряжении. Сначала Розовский ничего не понял. Он увидел свою фамилию, напечатанную латинскими буквами. Ниже стояла трехзначная цифра и литера банковского кода. А потом еще одна цифра, шестизначная, начинающаяся с восьмерки. — Восемьсот тысяч? — поразился Розовский. — Почему восемьсот? Моих же денег двести миллионов! И только потом, в конце распечатки, заметил иероглиф доллара и цифру тридцать. И лишь тут дошло. Шестизначная цифра была номером счета, а тридцать — это была сумма, зачисленная на счет. Не тридцать тысяч. Не тридцать миллионов. Просто тридцать. Тридцать долларов. Розовский не помнил, как он вышел из банка, как поймал такси, как доехал до отеля. Он обнаружил себя сидящим в своем номере и тупо разглядывающим листок с компьютерной распечаткой. И лишь одна мысль болезненно билась в голове. Почему? Тридцать. Не двадцать, не пятьдесят, не сорок, не сто, не пять и не двадцать пять, а именно тридцать! Он подошел к бару и извлек из него бутылку какого-то брензи. Взял первый попавшийся под руку высокий стакан для коктейлей, налил его наполовину и залпом выпил, не ощутив никакого вкуса. Вновь вернулся к столу и уставился на распечатку. И, наконец, понял, что означают эти тридцать долларов. Это были тридцать серебряников. И еще это означало, что Назаров все знает. Розовский почти не удивился, когда шевельнулась ручка двери, и в номер вошли три человека. Один из них был губерман, двоих других Розовский не знал. Они были чем-то похожи друг на друга, одинаково крепкие, одинаково загорелые, в одинаковых коротких светлых плащах и почему-то в тонких кожаных перчатках. На лице одного из них темнели аккуратно подстриженные усы. Тот, что с усами остался стоять у двери, второй неторопливо обошел номер, заглянул в спальню, в ванну, вышел в пентхаус, огороженный каменной балюстрадой с фигурными балясинами и вазами для цветов. Вернувшись в гостиную, он оставил стеклянную дверь в пентхаус открытой. Губерман сел в кресло напротив Розовского. Внимательно и как бы с сочувствием взглянул на него и негромко спросил. — Зачем вы это сделали, Борис Семенович? — Меня заставили. Подсунули девчонку. Она написала заявление о безнасиловании. Ей оказалось пятнадцать лет. — Почему вы об этом не рассказали? — Мне было стыдно. А потом... Потом уже было поздно. — Кто вас завербовал? — Вологдзин. — С кем вы работали, кроме него? — Ни с кем, только с ним. Можно я выпью? — Конечно. — Почему нет? Губерман посмотрел, как Розовский, словно бы ватными руками, наливает стакан и пьет, проливая брензи на рубашку и галстук. Также негромко заметил. — А ведь он вас любил. Вы разбили ему сердце. Розовский покивал. — Я знаю. И Анна вас любила. Она часто рассказывала, как вы закупили целый самолет, чтобы привезти ее из Магадана в Москву. Она говорила, что чувствовала себя золушкой на королевском балу. Розовский повторил. — Я знаю. И Сашка вас любил. Всегда радовался, когда вы приезжали к нему в гости. Это он сам мне рассказывал. — Добавил, помолчав, Губерман и поднялся с кресла. — Пойдемте, Борис Семенович. Пора. Розовский послушно встал и направился к двери. — Туда, — сказал Губерман и показал в сторону пентхауза. С высоты восемнадцатого этажа открывался простор Женевского озера. По мостам через рону скользили разноцветные автомобили. Несколько яхт с поникшими парусами белели нахмурой от низких облаков в воде. Розовский понимал, что с ним произойдет, но не чувствовал ни воли, ни желания сопротивляться. Лишь спросил. — Он все знает? — Да, — подтвердил Губерман. — Он приказал? — Нет. Он ничего об этом не знает. И никогда не узнает. Но это решение принял я, потому что я вас тоже любил. И мне вы тоже разбили сердце. Прощайте, Борис Семенович. Губерман повернулся и вошел в номер. Розовский машинально потянулся за ним, но тут четыре крепких руки подняли его грузное тело и перевалили через балюстраду. Усатый открыл дверь номера и выглянул в коридор. Там было пусто. Он подождал, когда выйдут Губерман и напарник, и вышел следом, плотно прикрыв дверь и повесив на ручку табличку «Не беспокоить». Отец мой небесный, всемилостивый и всемогущий! Ты судишь народы, суди и меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника укрепи, ибо Ты испытуешь сердца и утробы праведной Божией. Щит мой в Тебе, спасающим правых сердцев. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Глава шестая. Сегодня в полночь. Часть первая. Третий этап операции по несанкционированному перемещению в Россию объекта особой социальной значимости, разработанной управлением по планированию специальных мероприятий, начался на другой день после исчезновения с виллы друга и компаньона Назарова Бориса Розовского. Начало этого этапа вообще не оставило бы никакого следа, если бы утром того же дня молодые российские туисты, занимавшие в пансионате Три Оливы апартамент Зет и пять одноместных номеров, не сообщили хозяину о том, что им подвернулся очень удачный бизнес, и они вынуждены прервать отдых. Хозяин Эрвояжа и Трех Олив, Миколошный Эрзон, сначала огорчился, но когда понял, что возбужденные перспективами неожиданно подвернувшегося выгодного дела москали и не думают потребовать с него гроши за неиспользованные семь дней, искренне разделил их радостное возбуждение, расспросил о деле и горячо одобрил. Это хорошо, когда молодые хлопцы думают о бизнесе, а не жрут горилку. Очень хорошо. И дело им подвернулось хорошее. Всего за 22 тысячи кипрских фунтов купили по случаю почти новый мощный грузовик «Ситроян» с просторной кабиной, с двумя спальными местами для водителей-сменщиков, с огромным кузовом, обтянутым серебристой армированной тканью, с хромированными трубами глушителей, с десятком мощных фар на бампере и верхней консоли. Грузоподъемность — 20 тонн. Грузи что хочешь и вези куда хочешь. И план они придумали дельный. Не гнать фургон порожняком в Россию, а переправить на грузовом пароме в Стамбул, там загрузить дешевым и ходовым в Москве товаром и оттуда уже через Болгарию, Румынию и Польшу ехать домой. Головастые хлопцы. Но и Шнейрзон был не из дураков. Он только представил, как этот серебристый мощный красавец несется через всю Европу, Белоруссию и Московию, сверкая неприлично голыми бортами, на которых даже название фирмы не значится, и тут же предложил. Двухнедельный пансион всем шестерым бесплатно в любое удобное для них время. А за это они разрешат разместить на бортах Ситроена рекламу «Р-Вояжа» и «Трех Олив». Он даже согласен был трошки приплатить. Но обошлось и без этого. Самый серьезный из москалей, тот, что жил в двухкомнатном апартаменте, махнул «Валяйте!». И пока молодые турки в светло-серой униформе выносили из соседней виллы и грузили в фургон, кстати, подвернувшийся попутный груз, очень тяжелые, скатанные в рулоны ковры, два срочно вызванные Шнейрзоном Малера изобразили с помощью трафаретов три зеленые оливы на бортах и надписи на русском и английском. «Откройте для себя Кипр! Р-Вояж предлагает отдых в пансионате три оливы. Условия божественные, цены божеские». Когда погрузка и художественное оформление машины были закончены, один из туристов, высокий, смугловатый, которого хлопцы называли Боцманом, сел за руль, а трое остальных, пастух, трубач и док, расположились рядом на просторном сиденье. Боцман весело помахал рукой Шнейрзону и вышедший проводить их Анюте. «Да побачення, земляки!» «А где же Сеня и Олежка?» — поднявшись на высокую подножку спросила Анюта. «Они уже далеко, в Стамбуле», — ответил пастухов. «Еще ночью улетели, закупают товар». «И даже не попрощались», — укорила Анюта. «Передайте им, Сережа, привет». «Сеня?» — уточнил пастухов. «Или Олежки?» Она подумала и со вздохом ответила. «Обоим». Ситроян рыкнул мощным двигателем и по верхней дороге ушел к порту, где уже началась погрузка на автомобильный паром Ларнака, Стамбул. В просторное боковое зеркало Боцман заметил, как за ними, не обгоняя и не отставая, тащится какое-то такси, но причин задерживать на нем внимания не было. Когда Ситроян, пройдя таможенный досмотр, вкатился в чрево парома, такси вернулось на набережную. Не доезжая до трех олив, пассажир отпустил машину и, медленно, будто прогуливаясь, прошел по улочке, разделявшей три оливы и виллу Назарова. Он увидел, как ворота виллы раскрылись, выпустив вместительный микроавтобус с сильно тонированными стеклами. Сколько людей внутри рассмотреть было нельзя, но потому, как автобус тяжело осел на рессорах, нетрудно было догадаться, что загрузка полная. Проводив автобус рассеянным взглядом, пассажир такси, а это был полковник Голубков, нещадно потевший в светлых шерстяных брюках и рубашке с галстуком, прошел еще немного вверх, а потом спустился на набережную. Отыскав свободный столик в открытом уличном кафе, заказал банку пива, закурил ядреную сигарету «Космос» и глубоко задумался. Ему было над чем подумать. С самого начала не лежала у него душа к этому делу. Он не любил затей, конечные цели которых были ему неясны. И в Чечне, а еще раньше в Афгане, ставя подчиненным задачу, он всегда старался, не раскрывая, понятно, общих секретов, сориентировать офицеров в общем масштабе дела, чтобы человек не был слепым исполнителем от и до, а понимал, чему послужит то, что ему поручено. Это не просто повышало ответственность без всякого обещания орденов или, наоборот, трибуналов. Понимание общей задачи возбуждало инициативу, и не раз случалось, что этот как бы побочный эффект оказывался важнее основного задания. Совсем по-иному дело было поставлено в управлении. На фасадах спецслужб всего мира незримо присутствовала надпись, вырезанная на каменном портале Дельфийского храма. Ничего сверх меры. Это было правильно. Никто не должен знать больше того, что ему необходимо. Но и меньше он тоже не должен знать. Впервые за долгие годы службы Голубков ощутил себя в положении безгласной пешки, в непонятной ему игре. И ему, привыкшему самостоятельно решать масштабные задачи, это сразу же не понравилось. Но в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Это и была, видно, его плата за Москву, за служебную Волгу, приезжавшую за ним в подмосковный Калининград, который с некоторых пор стал именоваться Королевым, а после работы отвозившую его домой. Плата за отдельный кабинет и приличное жалование, которое никогда не задерживали ни на день. Второй укол самолюбия Голубков ощутил после того, как команда Пастухова была отправлена на Кипр, а его, приказом Волкова, переданным через Нифонтова, переключили на разработку операции, связанной с обострением ситуации на таджикско-афганской границе. Тут он уже прямо спросил у Нифонтова. — А кто будет доводить до конца дело Назарова? — Кому положено, тот и будет. — Мы свою работу выполнили, — объяснил Нифонтов. И добавил, увидев, что его объяснение не убедило Голубкова. — Ты же не идешь следом за разведчиками. Твое дело — дать задание. — Но я всегда жду доклада о выполнении задания, — возразил Голубков. — У нас не так. Дело сделано и забудь. Ты больше никогда о нем не услышишь. Голубков только пожал плечами. — Не услышу, значит, не услышу. Только очень он в этом сомневался. Как ни прячь зерно тайны, а оно обязательно прорастет, рано или поздно. И он оказался прав. Об этом деле он вновь услышал гораздо раньше, чем ожидал, буквально через несколько дней после отлета ребят Пастухова на Кипр. И услышал от самого Нифонтова. Он вошел в кабинет Голубкова, кивнул на материалы по Таджикистану. Все отложить. Ближайшим самолетом летишь на Кипр. — Чей приказ? — Самого. — Объяснил? — Нет. Что-то происходит и очень серьезное. За пять лет я таким его еще ни разу не видел. Иди и оформляй документы. — Это будет неправильно, — возразил Голубков. — Я должен лететь не на Кипр, а в Грозный. Нифонтов понял, что он имеет в виду. Ночью по спецсвязи пришло сообщение о взрыве вертолета и гибели командующего армии и его адъютанта. Это было делом огромной политической важности. Оно грозило разрушить зыбкий мир, достигнутый при активном вмешательстве генерала Лебедя в короткую пору руководства им Советом Безопасности. Ни Россия, ни Чечня не были заинтересованы в возобновлении военных действий. Кто-то пытался торпедировать мир. Быстро найти организаторов взрыва — вот сейчас единственный способ выйти из острейшего кризиса. Голубков не сомневался, что сможет справиться с этим делом. В Чечне еще сохранилась обширная, созданная его стараниями агентурная сеть. Были негласные осведомители, были, наконец, личные связи со многими полевыми командирами. Для общественного мнения чеченская война была покрыта сетью тайн, но для профессионалов контрразведки, одним из которых был полковник Голубков, тайн не существовало. Многое из того, что для них было явным, окутывали покровом тайны политики, исходя из каких-то высших, далеко не всегда понятных Голубкову, государственных интересов. — Я должен лететь в Грозный, — повторил Голубков. — Ну, полечу я, — ответил Нефонтов. — Таков приказ? — Я не согласен с этим приказом. Можешь зайти к Волкову, но ничего у тебя не увидит. — Так и получилось. Волков перебил Голубкова, даже не дослушав. — Вы получили приказ? — Так точно. — Исполняйте. — И забудьте, Константин Дмитриевич, про армейский бардак. У нас приказы не обсуждают. Можете быть свободны, полковник. — Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант. Взглянув на вернувшегося в кабинет Голубкова, Нефонтов даже спрашивать ничего не стал, лишь констатировал. — А что я тебе говорил? — Не раскопаешь ты там ничего, Александр Николаевич, — проговорил Голубков. — Ты там чужой. Ты никого не знаешь. Тебя никто не знает. Я дам тебе кое-какие связи. — Не нужно, — отказался Нефонтов. — Но почему? — А ты еще не понял? Если бы задача была быстро найти организатора взрыва вертолета, послали бы, конечно, тебя. Но посылают меня, заведомо зная, что я там, как ты верно заметил, чужой, и, следовательно, раскопать ничего не сумею. — Почему? — спросил Нефонтов и сам же ответил. — Потому что задача совсем другая. Не найти организатора взрыва, а наоборот, не найти. В комиссии буду, конечно, не я один, но возможности моих коллег будут точно такие же, как у меня. — Значит, вертолет взорвали не чеченцы, а наши, — заключил Голубков. И причина — документы, которые командующий вез к генеральному прокурору. — Хотел бы я хоть краешком глаза посмотреть на эти документы. Нефонтов покачал головой. — По-моему, Волков сделал крупную ошибку, когда пригласил тебя в нашу фирму. — Извечная дилемма руководителей. — С бездумными исполнителями никакого дела не сделаешь. А исполнители, думающие, имеют неистребимую привычку думать. — Вот тут и крутись. Нефонтов ободряюще похлопал Голубкова по плечу. — Не бери в голову. Такова специфика нашей работы. Лети себе на Кипр, погрейся на солнышке, покупайся в Средиземном море. Задание у тебя проще паренной репы. Встретиться с Пастуховым и его ребятами, узнать, как у них дела и когда они намерены приступить к операции перемещения. — Поторопить, — уточнил Голубков. — Нет. Просто узнать день. И напомнить, через границу они должны перейти только в указанном месте и ни в каком другом. На этом он особенно настаивал. После встречи с ними позвонишь по известному тебе телефону, доложишь. — Почему нельзя сделать это через резидента? — Связь с ним потеряна. Попал в больницу. Операция предстательной железы. — Это и все мое задание? — Не совсем. Будешь контролировать конечный этап операции. Со стороны. Ни в какие контакты с Пастухом и его ребятами не вступай. Когда они появятся в нове дворе, снова доложишь. После этого, если не будет других указаний, вернешься в Москву. — Ты же сказал, что это не в правилах управления, — напомнил Голубков. Одни разрабатывают операцию, другие выполняют разделение труда. — Все так, — согласился Нифонтов. — Но я и другое тебе сказал. Происходит что-то совершенно необычное, и оно связано с операцией. Не знаю, что. Могу судить только по поведению шефа. На него, похоже, очень сильно давят. И вот что еще, Константин Дмитриевич. Есть у меня ощущение, что к операции подключены еще какие-то наши люди. Поскольку в известность о них мы не поставлены, то и реагировать на них ты никак не должен, кто бы они ни были и что бы ни делали. Тебя это не касается. — Как ты о них узнал? Нифонтов усмехнулся. — Как становятся известными самые страшные государственные тайны? Совершенно случайно. В буфете двое разговаривали о том, какая может быть погода на Кипре. — Кто они? — Я, конечно, любознательный человек, но не настолько. Я даже не оглянулся на них. — Все, Константин Дмитриевич, — подвел итог Нифонтов, — счастливо отдохнуть. С таким напутствием Голубков и улетел в Ларнаку ближайшим ночным рейсом. Но в тот момент, когда он получал в бухгалтерии билет и подотчетные доллары на расходы, произошел небольшой эпизод, на который сам Голубков специально внимания как бы не обратил, но въедливая его память зафиксировала с фотографической точностью. Расписавшись за командировочные, он сунул их в карман, не пересчитывая, но на билет взглянул, чтобы уточнить час вылета. И с удивлением обнаружил, что держит не один билет, а целых два, что рейс на верхнем билете обозначен не ночной, а дневной. Перевел взгляд на число и еще больше удивился. Билет был на завтра. Он перелистнул корешки, взглянул на нижний, увидел фамилию и понял, это тоже был не его билет, хоть и до Ларнаки. — Ой, я все перепутала, — спохватилась бухгалтерша. — Вот ваш билет, а это не ваши. — Стало быть, не ваших билетов два. На завтра, на дневной рейс, на фамилии Курков и Веригин. Так эти фамилии и отпечатались в памяти. Кто эти люди, Голубков понятия не имел, никогда с ними не сталкивался и даже не узнал бы об их существовании, если бы не бухгалтерия. Великое это учреждение — российская бухгалтерия. Совершенно уникальное по своим информационным возможностям. Вот куда надо агентов внедрять, а не в высшее руководство. Да еще, пожалуй, в буфет. То, что командировка этих двоих в Ларнаку была связана с делом Назарова, не вызывало у Голубкова и тени сомнений. Таких случайностей в природе просто не существует. И это подтверждало наблюдение Нифонтова. Происходит что-то совершенно необычное. Ощущение необычности и серьезности происходящих событий многократно усилилось у Голубкова после первых же слов, которыми он обменялся с Сергеем Пастуховым, приехав прямо с самолета в его номер в Трех Оливах. Пастухов был насторожен, почти враждебен. На вопрос Голубкова «Как дела?» ответил кратко, не вдаваясь ни в какие подробности. «Нормально». «Когда планируешь начать операцию?» спросил Голубков. «Точную дату скажу завтра утром». «Почему завтра утром?» «Потому что сегодня вечером я встречаюсь с Назаровым». «Вот как удивился Голубков. Зачем?» «Я не обязан посвящать вас подробности. Вы сами сказали, что мы должны сделать дело, а как это наши проблемы». «Ты мне не доверяешь?» «А я могу вам доверять?» Голубков пожал плечами. «Это тебе решать». «Я и пытаюсь решить». «Скажите, Константин Дмитриевич, когда вы первый раз прилетели ко мне в Затопино, Волков об этом знал?» «Нет». «Почему вы ему не сказали?» «А что я мог сказать?» «Я и сам не знал, получится что-нибудь или нет. Да и вдруг ты уже не в Затопине, а куда-то еще перебрался». «Когда вы вернулись и сказали, что мы подпишемся на его дело, если выкупят Тимоху, как он отреагировал?» «Сказал, что об этом и речи быть не может». «А когда он узнал, что Тимохе известно о программе «Помоги другу, и он может о ней рассказать, что он ответил только точно?» «Сейчас вспомню». С минуту молчал. Потом спросил, что я знаю об этой программе. Я ответил ничего. Он еще помолчал, потом попросил меня зайти через полчаса. А сам спустился в информационный отдел, я видел. Минут через сорок он меня вызвал. Сказал, что ты и твоя команда — идеальные кандидатуры для этого дела. А лейтенант Варпаховский — блестящий офицер и заслуживает, чтобы его выкупили из плена, при условии, что факт выкупа останется в полнейшей тайне. Кто занимался выкупом? Не знаю. Его кадры. Мне только сообщили, когда его привезут. А потом я привез Варпаховского к тебе. «Говорил ли Волков, сколько моих людей должно быть задействовано в операции?» «Он сказал, все шестеро». Я спросил, немного ли. Он повторил «все шестеро» и приказал отправить вас на Кипр как можно быстрее. Вот, собственно, и все. «Могла операция дублироваться?» «Теоретически, да, но я об этом ничего не знаю, и Нифонтов тоже. Прояснила это для тебя ситуацию?» Пастухов кивнул кое в чем и попрощался. «До завтра. Я буду ждать вас в восемь утра в порту у первого прогулочного причала». На утро они встретились возле припортового кафенесса. Пастухов подтвердил, что к операции все готово, и она начнется через два дня. «Внове дворе мы будем с грузом. Примерно через пять или шесть суток», — добавил он. «Можете сообщить об этом в центр». Голубков кивнул сообщу. От предложения выпить по чашке кофе Пастухов отказался, сославшись на срочные дела. Голубков не настаивал. «Дела есть дела». Из уличного автомата он набрал номер Москвы и передал диспетчеру информацию, полученную от Пастухова. А часа через полтора, оказавшись, ну, совершенно случайно, на набережной в районе Трех Олив, сразу понял, какие такие срочные дела заставили Пастухова отказаться от удовольствия посидеть и поболтать за чашечкой настоящего, сваренного по старинному рецепту кипрского кофе. Возле пансионата, заняв собой всю узкую улочку, красовался огромный серебристый Ситроен. Какие-то люди суетились вокруг него, в фургон грузили ковры из виллы Назарова, а два мадера на стремянках разрисовывали просторные борта супергрузовика. Через час Пастух и трое его ребят влезли в высокую кабину, и Ситроен двинулся к верхней дороге. В Ларнаке, как и в современной Москве, проблем с такси не существовало. Голубкову не составило никакого труда проследить путь Ситроена до парома Ларнака-Стамбул. И теперь, вернувшись на набережную, он прикреповал пиво из запотевшей банки, курил туго набитый, как патрон охотничьего ружья «Московский космос», и пытался понять, что все это могло бы значить. — Несомненно. Пастухов начал операцию на два дня раньше им самим же названного срока и сделал это намеренно. — Значит, не доверяет. — Голубкову? — Или управлению? — Впрочем, Голубков и был для него управлением. — Да. — Не доверяет. — Почему? — Второй вопрос. — Ковры. Голубков вел наблюдение за Ситроеном издалека, метров с трехсот, но ему сразу стало ясно, что вынос из виллы ковров, в которые были завернуты или могли быть завернуты люди, — это туфтяра чистой воды. Кого угодно это могло обмануть, но только не Голубкова. Нелепо было даже предполагать, что в одном из ковров находится сам Назаров. На глазах у всей его охраны, даже с помощью охраны, бред собачий. Если не... Если охрана не была в курсе, и если это не похищение, а инсценировка похищения, но для чего она могла понадобиться? Если в коврах не Назаров и его люди, кто? Или вообще никого? Очень все это было похоже на представление, рассчитанное на какого-то стороннего наблюдателя, но кто мог за ними следить, кроме самого Голубкова? Может, на него и рассчитано? Выбор маршрута. Паром до Стамбула, а оттуда другого пути нет, через Болгарию, Румынию и Польшу до Нови Двора. Тоже загадка. Отвлекающий маневр? Отвлекающий кого и от чего? Или им нужно было для чего-то выиграть время? Для чего? В кабине Ситроена не было Олега Мухина и Злотникова, артиста. Где они? Какая роль для них предназначена? Где, наконец, сам Назаров? В фургоне Ситроена? На вилле? Или вообще в каком-то совершенно другом месте? Многовато было вопросов. Многовато. Голубков понимал, что прямо сейчас сходу ответить на них не сможет. Но на один вопрос он все же рассчитывал получить ответ. Кто такие эти таинственные его коллеги по управлению Курков и Веригин? И что они намерены предпринять? Это могло прояснить и некоторые другие неясности. Голубков взглянул на часы. Самолет Куркова и Веригина приземлился в Ларнаке сорок минут назад. Он взял еще банку пива и принялся терпеливо ждать. Он знал, что они появятся здесь. Они подъехали на такси через полчаса. Отпустили машину у бара Бейрут и медленно пошли по набережной с видом никуда не спешащих туристов. Лет по тридцать обоим. Явные профи. В Москве они, может, и сошли бы за туристов. Но только не здесь. Сработал синдром заграницы, на котором и сам Голубков прокололся. Надев приличный серый костюм, который для курортного побережья оказался и слишком жарким, и слишком приличным. Примерно в такие же костюмы были одеты и эти двое. Они прошли вверх по улочке, мимо трех олив и виллы Назарова, на набережную вернулись по другой улочке, обогнули виллу поверху и удалились в сторону порта. Голубков допил пиво и неспеша двинулся следом. Эти двое шли мимо причалов, с интересом рассматривая пришвартованные катера и яхты. На верхних палубах многих из них загорали в шезлонгах длинноногие девушки, большую, а иногда и единственную часть одежды которых составляли солнцезащитные очки. Гремела музыка, на каждой яхте своя, создавая ощущение вечного, никогда не прекращающегося праздника. Возле одного из пирсов, уже в районе грузового порта, туристы посовещались и прошли почти в самый конец причальной стенки, где стоял какой-то среднетоннажный лесовоз под российским флагом. Чтобы не оказаться замеченным, Голубков остался на набережной. Он увидел, как эти двое о чем-то переговорили с вахтенным матросом и поднялись на борт судна. Минут через десять вышли и покинули территорию порта той же, неспешно прогуливающейся походкой, только в руках у них было по ярко раскрашенному пластиковому пакету, в каких туристы всего мира, да и не только туристы, таскают все, что ни попадя, от пляжных полотенец и купальников до фруктов, прочей снеди и других подвернувшихся покупок. Пакеты в руках туристов заметно оттягивались от груза, но в них были не фрукты, что угодно, но только не фрукты. В этом у Голубкова не было и тени сомнения. Дождавшись, когда эти двое исчезнут в толпе, кишевшей возле припортовых фрешопов, он прошелся по пирсу, мимолетно отметив, что лесовоз называется Витязь и приписан к Новороссийску, постоял у дальнего конца на свежем морском ветерке, на обратном пути задержался у лесовоза, выкурил с вахтенным по сигарете и поболтал с земляком-россиянином, выяснив, между прочим, что Витязь идет в Александрию, Ларнаки вообще в их маршруте не было, а капитан получил приказ изменить маршрут от двух каких-то штатских валуев, нагнавших судно на военном вертолете и передавших капитану пакет с приказом и какую-то посылку. А то не могли б паскуды эту посылку в самом Новороссийске передать. Теперь из-за них сутки, считай, вылетели, премия за выполнение графика мимо морды, а зарплата такая, что хоть на берег списывайся, а на берегу что делать? Пол Новороссийска без работы сидит, довели подлёки страну. Голубков сочувственно покивал, попаддакивал и распрощался с вахтенным. Теперь он знал, что ему нужно делать. Он прошел в торговую часть Ларнаки и в магазине фотооптика купил двадцатикратный цейсовский бинокль с приставкой для ночного видения, а в соседней ловчонке пальчиковый фонарик Дюраселл. После этого вернулся в свой номер в недорогом отеле, переоделся в потрепанный адидасовский костюм и кроссовки, покупки вместе с пляжным полотенцем и плавками сунул в пластиковый пакет и отправился на набережную в районе трёх олив и виллы Назарова. Но перед тем, как занять на пляже шезлонг и придаться активному морскому отдыху, обошел виллу маршрутом тех двоих и приметил удобное место для наблюдательного пункта с соседнего незастроенного участка, примыкавшего к тыльной стороне ограды виллы. Это было самое слабое место в охране виллы, подробный план которой был в досье Назарова. Ограда делала здесь небольшой изгиб, он не просматривался с углов, а видеокамеры, скользящие своими узконаправленными объективами по верху ограды, перекрывали периметр забора не постоянно, а через каждые 15 секунд. Опытному человеку вполне достаточно, чтобы преодолеть препятствия, а в том, что его таинственные коллеги Курков и Веригин люди опытные, Голубков нисколько не сомневался. Когда сумерки достаточно сгустились и на пляже остались только любители вечернего купания, Голубков покинул уютный шезлонг и большим кругом по соседним улочкам вышел на облюбованное место. Участок был запущенный, заросший каким-то колючим плотным кустарником, вроде терна, но укрытием служил идеальным. Голубков сунул фонарик в карман, настроил бинокль, а пакет отсунул подальше, чтобы ненароком не зашуршать им. В тишине даже такой слабый звук мог привлечь внимание. Вилла была ярко освещена, в саду горели фонари, слышался громкий плеск воды в бассейне, играла какая-то современная музыка. Было такое впечатление, что на вилле проходит довольно многолюдный прием, хотя Голубков был совершенно уверен, что там не может быть много народа. Охрана уехала, Назаров и другие обитатели наверняка тоже. На вилле вообще никого не должно быть, однако же есть. Эти двое появились часов в десять вечера, когда у Голубкова уже начали болеть бока от впивавшихся в тело кореньев, этого терновника или как его там. Они подошли не со стороны набережной, а сверху, с разных сторон и встретились как раз у изгиба ограды. В руках у обоих были те же самые пакеты, только свои приличные костюмы они сменили на неброские спортивные халабуды. Лица в зеленоватом фоне бинокля были смазанными, но контуры фигур различались четко. Они присели за кусты у ограды, Голубков видел только их головы. Судя по всему, оживление царившее на вилле их озадачило. Они даже заглянули за ограду. Один подставил спину, второй ловко вспрыгнул на него, несколько секунд осматривался, потом второй соскочил с первого, и они посовещались. Ясно, что сейчас проникать на территорию виллы был нерезон. Можно напороться, если не на охранников, то на какую-нибудь влюбленную парочку, от которой шума будет не меньше, чем от охраны. Значит, будут ждать. И не там, где они сейчас сидели. Опасно. Рядом тропинка могут заметить. Голубков уже решил, что ему надо сваливать со своего НП, потому что именно в эти кусты Курков и Веригин скорее всего переместятся. Но они, к удивлению Голубкова, решили по-другому. Вышли из своего укрытия на тропинку, обогнули виллу и направились вниз, к набережной. Голубков перебежал к краю участка и без всякого бинокля отчетливо увидел их в освещенном проране улицы. Пакетов при них не было. Они расположились за столиком летнего кафе, за которым днем сидел сам Голубков, взяли кока-колу и закурили, поглядывая на виллу. Голубков вернулся на свой НП и задумался. Решать нужно было очень быстро. Он почти наверняка знал, что лежит в пакетах, оставленных этими двоими возле ограды. Но слово «почти» человеку его профессии было так же ненавистно, как профессионалу-филологу слово «одеть», которое никто не хочет употреблять правильно. И он решился, огляделся никого и юркнул в кусты. Оба пакета стояли рядом, килограмма по два каждый. Понятно, почему они не решились взять их с собой на ярко освещенную набережную. В пакетах лежали бруски, размером в два тома войны и мира, завернутые в мокровые полотенца. Голубков развернул одно из полотенец и сразу все понял. «Маркировка» была на английском, для отвода глаз. Изделие же было нашим, российским. Новейшая разработка полуздохшего ВПК «ФЗУД-2ВР» – фугасный заряд усиленного действия с двухкилограммовым тротиловым эквивалентом и радиоуправляемым взрывателем. Таким фугасом, только полукилограммовым, был взорван уазик генерала Жеребцова, а здесь два по два килограмма, от виллы не останется камня на камне. Тогда же, разбираясь в причинах гибели Жеребцова, Голубков и изучил эту новинку. Под крышкой с маркировкой должна быть пластина, нажатие на которую активирует взрыватель. На радиопульте загорается красный светодиод. Если в течение часа не посылается взрывной импульс или не подается сигнал отмены, схема взрывателя саморазрушается. Пиротехник спецсклада, объяснявший начальнику контрразведки полковнику Голубкову устройство сверхсекретной новинки, рассказал еще об одной хитрой примочке, предусмотренной на тот случай, если бомба попадет в чужие руки. На платье, рядом с пластиной, была смонтирована фишка, которая устанавливается в двух положениях. При хранении красным концом вверх, при этом нажатие на пластину вызывает немедленный взрыв всего заряда. Перед использованием фишка переворачивается. Светя узким лучом фонарика, Голубков вскрыл крышку с маркировкой. «Все верно. Нажимная пластина. Фишка с красным концом». Только этот красный конец был направлен почему-то вверх. «Режим хранения?» Но у Голубкова уже не было времени разбираться в тонкостях. Нужно было что-то немедленно предпринимать. По всем писанным и неписанным правилам всех разведок мира, Голубков должен был сейчас предпринять только одно – ничего не предпринимать. Немедленно исчезнуть с этого места и вычеркнуть из памяти все, что он знал и все, о чем догадывался. Это было не его дело. Это его не касалось ни с какой стороны. Все, что он делал, было грубейшим, преступным нарушением законов спецслужб. Он даже не имел права сообщить о находке своему руководству, так как это означало бы, что он вмешался и поставил на грань срыва сложнейшую операцию. Невопустяковому же делу срочно прислали в Ларнаку этих Куркова и Веригина и задействовали сложную и дорогостоящую схему с использованием военного вертолета и изменением курса гражданского лесовоза, чтобы передать им взрывчатку. И погибнут на этой вилле люди виновные или ни в чем не повинные. Его, Голубкова, это не должно интересовать ни сном, ни духом. В этом, вероятно, и заключалась специфика работы управления, про которую говорил Волков при их первой встрече в Москве. Все так. Голубков был профессиональным контрразведчиком. Но он был русским контрразведчиком. И он был боевым офицером, прошедшим Афган и Чечню. И слишком много он видел бессмысленных и преступных смертей. И понимал, что любая насильственная смерть всегда бессмысленна и преступна. И потому срать он хотел на все писанные и не писанные законы разведок всего мира, в том числе и своей собственной. Он быстро защелкнул крышку фугаса, уложил в пакет все как было, обогнул виллу и вышел на набережную по соседней улочке. Эти двое все еще сидели за тем же столиком, курили и поглядывали то на виллу, то на часы. Голубков отыскал неподалеку свободный стол и сел так, чтобы можно было видеть и виллу, и этих двоих. Огней в окнах виллы стало меньше. Умолкла музыка. Из калитки вышли двое молодых, хорошо одетых мужчин, весело помахали тому или тем, кто их провожал, и неторопливо пошли к набережной. Курков и Верегин переглянулись, поднялись и двинулись вверх по улочке. Голубков вытащил из пачки космоса сигарету, поразминал ее и, когда двое, что вышли из виллы, поравнялись с его столиком, поднялся и, извинившись, попросил прикурить. Наклонившись над огоньком зажигалки, негромко сказал — не оглядывайтесь, немедленно выведите всех людей из виллы под любым предлогом. Тот, кто дал ему огоньку, прикурил сам и так же негромко, лишь мельком, взглянув на Голубкова, ответил — там никого нет. Курков и Верегин уже скрылись за углом виллы. Счет пошел на минуты. Минут пять надо Куркову и Верегину, чтобы осмотреться. Две — перемахнуть ограду. Еще пять — осмотреться внутри. Минут двадцать найти места и активизировать заряды. Покинуть виллу еще десять минут. Отойти на приличное расстояние и выждать полчаса. Итого час двенадцать. Голубков взглянул на часы — ровно двадцать три. Значит, взрыв произойдет не раньше, чем в ноль двенадцать. Немного времени еще было, и Голубков решил употребить его с пользой. Очень уж его заинтересовало, кто эти двое, что вышли с виллы Назарова с видом гостей, довольных удачно прошедшей вечеринкой, приемом или, как там еще говорят, партией. Он встал и, не спеша, помахивая своим пакетом и покуривая, двинулся в сторону порта. Те двое уже поравнялись с первым прогулочным причалом, свернули на второй. Голубков спустился на пустой пляж, встал в густую тень солярия и вынул из пакета бинокль. Приставка для ночного видения только мешала. Он снял ее и навел бинокль на причал, освещенный яркими натриевыми лампами. Двое прошли в самый конец причала и перешли по трапу на палубу небольшого буксира. Буксир стоял без огней, лишь светились два иллюминатора кубрика. Потом дверь кубрика открылась, в освещенном проеме появилась фигура еще одного человека, как показалось Голубкову, высокого, крупного. Он обменялся с подошедшими несколькими словами, после чего один из них втащил на борт трапик, снял с кнехта причальный конец и вернулся на буксир, а второй поднялся в капитанскую рубку. Корма буксира окуталась сизым дымом, зажглись ходовые огни, буксир отвалил от пирса и повернул на восток, в другую сторону от набережной и трех олив. Высокий остался стоять на палубе, держась за металлические перилиса. На повороте луч портового прожектора мазнул по борту буксира. Голубков успел прочитать на носу Р-35 и ниже Фомагуста, порт приписки. Голубков помнил карту Кипра. Это был небольшой портовый город в километрах шестидесяти к востоку от Ларнаки, соединенный хорошей дорогой и с Ларнакой, и с Никосией, но все это Голубков отметил мимолетно, не вникая. До боли, вжимая окуляры бинокля в надбровье, он всматривался в фигуру человека, стоявшего у перилиц. И хотя расстояние было довольно приличное, и в ярком пятне портового прожектора буксир находился не более полуминуты, Голубков мог поклясться, что этот у перилиц никто иной, как Назаров. Голубков бросил в пакет бесполезный уже бинокль. — Задачка, ядри ее в корень. Значит, в одном из ковров действительно был Назаров? Но как он оказался на буксире? — Да очень просто, — сообразил Голубков. — Когда Ситроен вкатился на паром, его освободили, выпустили из фургона, и вместе с провожающими он сошел на берег. А уж незамеченным добраться до буксира в портовой неразберихе нет ничего проще. Так-так, очень интересно. Значит, Пастухов и Назаров знали о готовящемся взрыве, или догадывались, и предполагали, что угроза исходит от управления. Поэтому Пастухов и запустил откровенную дезинформацию о дне начала операции. Что же, черт возьми, происходит? Голубков вернулся за свой столик в кафе и снова взглянул на часы. 23.20. Курков и Веригин уже внутри виллы. Ищут место, куда заложить заряды. Голубков невольно передернул плечами, словно бы от озноба, хотя с моря потягивал теплый бриз, и люди на набережной разгуливали в шортах и распахнутых рубашках с короткими рукавами, а у многих девушек полырубах и маечек были узлами завязаны на пупе. Он подозвал человека и велел принести большую рюмку зеваний. В Туристском проспекте он вычитал, что эта традиционная кипрская водка очень крепкая. 23.40. Место найдено, заряды уложены, еще минута и фугасы будут активизированы. Голубков понюхал зеванию. Похоже на грузинскую виноградную самогонку, чачу. Немало этой чачи было выпито в военном санатории под Гудаутой, когда удавалось достать туда путевку. Голубков одним махом выплеснул зеванию в рот и на мгновение даже ослеп от ярчайшей вспышки. Но не от семидесяти градусной кипрской самогонки, а от взрыва бешенным огненным снопом, рванувшегося вверх из темной зелени, окружавшей виллу Назарова, как ракета, взорвавшаяся в момент старта. И тача же чудовищный грохот ударил по барабанным перепонкам, лишил слуха и уже в полном безмолвии гнулись почти до земли и ломались десятиметровые финиковые пальмы. Летели в море стулья, столы, брезентовые тенты, гофрированный пластик крыш и сами торговые палатки в окружении вывалившихся из них курток, костюмов и ярких платьев с раскинутыми в стороны, как крылья птиц, рукавами. Потом слух вернулся, но погас свет, и уже в кромешной темноте, которая оказалась еще гуще от пламени пожара, что-то летело, валилось сверху, дребезжало, звенело, скрижетало и лопалось, заглушая крики людей, вопли детей, панические призывы о помощи. Курортная ларнака превратилась в грозный. Голубков вскочил и, по слуху, на крик кинулся к какой-то женщине, придавленной металлическим каркасом будки мороженщика. При свете пожара освободил пострадавшую и кинулся на другой крик. Уже летели десятки пожарных, полицейских и санитарных машин, светом фар, сиренами и мигалками расчищая себе дорогу среди мечущихся в беспамятстве людей. Вспыхнул свет аварийной подстанции. Мощные водяные струи из полусотни бронспоидов обрушились на пылающую виллу, окутав ее клубами пара, как извергающийся вулкан. Вместе с врачами, санитарами и полицейскими Голубков разбирал завалы обрушившихся палаток, приводил в чувство перепуганных женщин, успокаивал детей, таскал носилки с ранеными, расцарапанными и пришибленными камнепадом, отдавал приказы и матерился, когда его понимали не сразу. Уверенность его в том, что нужно делать в первую очередь, невольно подчинила ему растерянных врачей и полицейских. Они кидались по одному его знаку туда, куда он показывал, не понимая значения произносимых им слов, но понимая, что этот человек знает, что нужно делать. И он действительно знал. Это была работа, которую он исполнял не раз и не два, в гораздо более страшных условиях, и он работал усилием воли, подавляя бушевавшие в душе чувства. Это были не чувства, а чувство, только одно, и оно называлось ярость. Лишь часа через полтора, когда удалось справиться с паникой и восстановить хоть какое-то подобие спокойствия и порядка, Голубков заметил, что и у него самого куртка разодрана и кровоточит, задетое каким-то каменным осколком плечо. Один из врачей, с которым он на пару таскал носилки, усадил его на высокий круглый табурет бара, с которого взрывной волной снесло крышу, продезинфицировал и перевязал рану. Пока врач занимался своим нехитрым делом, Голубкова окружилось десяток греков, санитаров и полицейских. Они уважительно пожимали ему руку, дружески похлопывали по спине. Откуда-то возник фоторепортер и засверкал вспышкой. Голубков попробовал закрыться от объектива, но греки дружно и возмущенно запротестовали, образовали вокруг него плотную группу и придали выражение мужественности своим потным и грязным эллинским лицам. Пришлось подчиниться. Репортер сделал несколько групповых снимков и исчез, чтобы в редакции успели дать их в утренний номер. Хотя фамилию в спешке не спросил. Голубкова это немного успокоило. Тем временем бармен выудил из стеклянного боя несколько уцелевших бутылок и стаканов, налил всем доверху, и один из стаканов почтительно поднес Голубкову. Объяснил, прижимая руку к волосатой груди. — Платить — нет, русский — дружба. — Зивание — вери гуд. И он был крайне удивлен, когда этот сухощавый русский турист с седыми, коротко подстриженными волосами сначала поднес стакан к губам, а потом вдруг отставил его на стойку бара и сказал. — Нет, лучше просто водки. А то как бы еще чего не рвануло. Голубков разрешил отвезти себя на полицейской машине в отель, смыл под душем с лица и рук остатки своей и чужой крови и переоделся в свой серый, слишком приличный для кипрско-русского курорта костюм. С полчаса посидел перед телевизором, глядя на экран и одновременно обдумывая сложившуюся ситуацию. По греческой программе шел оперативный репортаж с места события. Пожарники пытались залить неукротимый огонь водой и пеной. Санитарные машины увозили пострадавших, возбужденно рассказывали о своих впечатлениях очевидцы. Несколько раз в комментарии репортера мелькнули фамилии Петров и Грибанов. Под ними жили на Кипре Розовский и Назаров. Разрушенные кафе и бары на набережной, две финиковые пальмы, сломанные взрывной волной, снова бушующее пламя пожара, огромным факелом пылающий дуб, кипящая вода в овальном бассейне. Голубков выключил телевизор. Ярость, охватившая его на набережной, трансформировалась в холодную сосредоточенность. Он чувствовал себя так, словно бы вступил на минное поле, и нельзя было сделать ни одного неверного шага. День выдался не из легких. Голубков с большим удовольствием улегся бы сейчас в постель, но нужно было идти и звонить в Москву. Из уличного автомата правило есть правило. Он должен доложить о взрыве виллы Назарова. Касалось его это дело или не касалось, но он был свидетелем взрыва, и было бы странно, если бы в Москве не получили его рапорт. Это было бы не просто странно, а в высшей степени подозрительно, и Голубков не видел причин, по которым ему стоило навлекать на себя это подозрение. А вот что будет в его рапорте, это он уже хорошо представлял. Он машинально защелкнул на запястье браслет своих испытанных командирских, взглянул на циферблат и чертыхнулся. Стекло было разбито. Часы стояли. Стрелки показывали. Двадцать три сорок. Стоп. Значит, взрыв произошел в двадцать три сорок минус те несколько секунд, за которые долетел до набережной осколок камня, разбивший его часы. А по расчетам Голубкова, к этой минуте эти неведомые Курков и Веригин могли успеть только заложить заряды и поставить взрыватели на боевой взвод. Успели раньше? И намного? Исключено. В своей прикидке Голубков и так исходил из минимума. Перед форсированием стены пять минут осмотреться надо? Надо. Две минуты, чтобы перелезть, надо? Надо. Еще пять минут, если не больше, освоиться в саду виллы надо? Надо. И всего двадцать минут на поиск места и укладку зарядов. Двадцать три сорок. Все правильно. Выводы? Их было два. И от обоих хотелось заскрежетать зубами. Первый. Все, что говорил об этой операции Волков, ложь. Ликвидировать угрозу безопасности объекта любыми средствами. Реакция Запада на новое покушение, кем бы оно ни было совершено. Чтобы все убедились, что президент и господин Назаров общаются, как уважающие друг друга политические деятели. Пастух еще в Москве сказал, ни одному его слову не верю. И был прав. По барабану им и реакция Запада, и как общаются президент и Назаров. Им, Волкову, и тем, кто за ним стоит. И кто, если прав Нифонтов, очень сильно на него давит. Им только одно важно. Завершить то, что не удалось при взрыве яхты Анна. Что они и попытались сделать руками героев невидимого фронта по фамилиям Курков и Веригин. Для того и его, Голубкова прислали. Не форсировать операцию Пастухова. А узнать, не начата ли она, не увезен ли Назаров с виллы. Просто узнать, поинтересоваться. Для этого и посылают полковника контрразведки с тридцатилетним стажем. Как вестового за сигаретами. Заодно пусть проветрится, позагорает, покупается в Средиземном море. Прям совет ветеранов. Но это был не совет ветеранов. Им нужно было не просто узнать. Им нужно было узнать совершенно точно. Поэтому его и послали. И получили бы оперативную и полную информацию, если бы перед этим не объяснили в популярной форме, что управление — это не армия. И здесь приказы не обсуждают. Виноват, товарищ генерал-лейтенант. Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Будет исполнено, товарищ генерал-лейтенант. Он получил приказ. Узнать у Пастухова, когда он планирует начать операцию и доложить об этом в Москву. И он исполнил этот приказ. А что еще он узнал? Это уж, извините, генерал, мое личное дело. Даже проститутки не любят, когда с ними общаются, как с проститутками. Вот и выбить бы эти слова, товарищ генерал-лейтенант, на фасаде вашей фирмы. Рядом с Дельфийским ничего сверх меры. Ладно, все это эмоции. А если по делу, что в таком случае означало эта многоходовая комбинация по несанкционированному перемещению объекта внимания на польско-белорусскую границу, на которую было истрачено столько энергии и валюты? Значит, и здесь его держали за безгласную пешку. И не только его. Было отчего заскрежетать зубами. Вывод второй. Курков и Веригин. Совершенно ясно, что бомбы взорвались в викруках в тот момент, когда они пытались активизировать заряды. Нажали на пластины, когда фишки находились в режиме хранения красным концом вверх. Не обратили внимания? Они забыли об этом. Но даже обычный армейский сапер может забыть, как зовут его жену и сколько у него детей. Но не такое. А эти двое были необычными саперами. Изделия были новейшей конструкции. И боевые заряды не дали бы им даже просто подержать в руках, пока они не разобрались бы в конструкции самым доскональным образом и не провели с десяток другой репетиций на макетах. И все-таки фишки не переставили. И причина этому могла быть единственная — они не знали об этом. Не знали, потому что им не сказали, не забыли сказать. Они сказали специально, с единственной, совершенно определенной целью. После взрыва виллы Назарова не должно было остаться ни одного свидетеля. Их и не осталось. Кроме него. Голубкова. В этом, видно, и заключался глубинный смысл специфики деятельности управления. Лучший свидетель — мертвый свидетель. Голубков подумал, что он не останется без работы, когда его выпрут на пенсию. Займется научной деятельностью. Будет писать диссертацию на тему «Роль этики в деятельности спецслужб на примере управления по планированию специальных мероприятий». Хорошая будет диссертация, емкая, понятная последнему идиоту, и короткая, как все талантливые произведения. В ней будет всего три слова. Этика — это херня. Можно добавить еще одно слово — полная, но оно, пожалуй, будет лишним. До диссертации, однако, еще нужно дожить. И было у Голубкова смутное ощущение, что в сложившейся ситуации проблема эта не решается одним естественным течением времени. Кроме того, из всех этих дел напрашивался еще один вывод. Но он требовал дополнительной проверки. Голубков накинул на плечи пиджак и вышел на улицу. Был уже второй час ночи. Как всегда, почти все кафе и бары были еще открыты, играла музыка. Людей было довольно много, но они не сидели за столиками и не танцевали на тротуарах, а стояли, сбившись в кучки и переговаривались, тревожно поглядывая в сторону пригорода, небо над которым багровело от бликов неусмиренного еще пожара. Голубков отыскал уличный телефон-автомат в пустынном переулке, зарядил его десятком монет и набрал код Москвы. Ответил диспетчер. — Вас слушают. — Это Константин Дмитриевич, из Ларнаки. Тут у нас произошли кое-какие события. Диспетчер не дал ему договорить. — Не прерывайте связь, — приказал он. — Переключаю. — Говорите. — Слушаю вас, Константин Дмитриевич. Раздался в трубке голос Волкова. — Откуда вы звоните? — Из автомата. — Из кафе, из бара, с улицы. Докладывайте. В 23.40 по местному времени раздался очень сильный взрыв на вилле Назарова. Насколько я могу судить, килограмма три или даже четыре взрывчатки. Возник пожар. Он до сих пор не потушен. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Все, кто находился на вилле, погибли. Люди, которые в это время были поблизости от виллы и на набережной, получили множественные ранения осколками камней и стекол. Двое убиты. Трое или четверо увезены в госпиталь в тяжелом состоянии. Полиция оцепила район взрыва. Работают около сорока пожарных машин. — Откуда вы знаете точное время взрыва? — Камнем мне разбило часы. Они остановились ровно в 23.40. — Как вы оказались в районе взрыва? — Сидел в открытом кафе на набережной. — Что вы там делали? — Пил баночное пиво Хайнекен. — Именно в этом месте? — Если вы взглянете на план Ларнаки, то увидите, что набережная — самая фешенебельная часть города. Здесь лучший пляж, самые красивые отели и виллы. Сюда приходят и купаться, и просто гулять. Это примерно то же, что набережная в Ялте, от пассажирского порта до гостиницы Рианда. — Почему вы не позвонили сразу после взрыва? — Не имел возможности. Помогал санитарам, врачам. Была паника. Потом меня самого перевязали и привезли в отель. — Вы ранены? — Небольшая царапина. — Вы не выбросили свои разбитые часы? — Нет. — Сохраните. — Сколько, по-вашему, людей было на вилле во время взрыва? — Не имею представления. Могу лишь предположить, что на вилле происходило что-то вроде приема. Почти все окна были освещены, горели фонари в саду, играла музыка. — И все это вы видели из кафе? — Нет. Я заметил это, когда проходил по набережной. — На каком расстоянии от виллы находилось ваше кафе? — Метрах в трехстах. — Каким образом вас могло ранить? — Разброс осколков после взрыва покрывал площадь примерно в полкилометра, из чего я и заключаю, что заряд был чрезвычайно мощный. По всей набережной были снесены в море киоски и мебель. Две финиковые пальмы на пляже сломало взрывной волной. Несколько секунд Волков молчал. Вероятно, объяснения Голубкова показались ему убедительными. А они и были убедительными. Голубков не сомневался, что разговор записывается, чисто эти же вопросы, хоть и в несколько измененной форме, будут ему заданы в Москве еще не один и не два раза. А в таких ситуациях лучшая и единственная верная тактика — говорить правду. Не всю, конечно, но в остальном — правду и только правду. В этом случае никогда не попадешься на нестыковках мелких деталей. Голубков прекрасно понимал, что Волкова сейчас интересует один единственный вопрос. Был ли Назаров во время взрыва на вилле? Но задать его прямо он не решился. А у Голубкова не было намерения помогать ему в этом. — Где были во время взрыва пастухов и его люди? — продолжал Волков, избрав очевидно обходной путь. — Этого я не знаю, — ответил Голубков. — Это тоже была верная тактика. Когда человек повторяет «не знаю», на мелочах его не поймаешь. — Три оливы находятся через дорогу от виллы. Они могли принимать участие в помощи пострадавшим? — Возможно, — согласился Голубков. — Но никого из них я не видел. После взрыва минут на двадцать пять во всем пригороде погас свет. Была паника. В суматохе я мог их просто не заметить. — Вы не зашли к ним в пансионат после того, как паника вылеглась? — У меня был приказ не вступать с ними в прямой контакт. Я не видел причин, почему я должен был этот приказ нарушить. Я встретился с пастуховым сегодня, рано утром, полученную от него информацию передал диспетчеру и после этого в три оливы не заходил. — Означает ли ваш вопрос, что я должен зайти к ним и выяснить, что они делали до и после взрыва? — В этом нет необходимости, — чуть помедливо ответил Волков. Они не могут быть причастны к взрыву. — Я тоже в этом уверен, — согласился Голубков. — Почему? — живо заинтересовался Волков. — У них не было на это приказа. А такого приказа вы им, как я понимаю, не отдавали. Волков с нескрываемым раздражением отреагировал на легкую нотку вопроса, прозвучавшую в словах Голубкова. Разумеется, не отдавал. Что за нелепое предположение? — У меня и в мыслях не было это предположить. Я просто хотел сказать, что ребята пастухово вне подозрения. Даже при желании они не смогли бы достать здесь столько взрывчатки. Это не Москва, где можно купить хоть тонну. Скажите, Анатолий Федорович, если выяснится, что Назаров погиб при взрыве виллы, это вызовет серьезные последствия? — Вы даже не представляете себе, насколько серьезное. — Для нас, я имею в виду управление, или вообще? — И для нас, и вообще. Это будет воспринято как огромный минус в нашей работе, полный провал. Мы не смогли выполнить задания огромной государственной важности. Не могу даже вообразить шквалы неприятностей, которые на нас обрушатся. Голубков понял, что пришло время переходить в наступление. — Мне не хотелось бы этого говорить, но к этим неприятностям я стал бы готовиться прямо сейчас. — Что вы хотите этим сказать? — насторожился Волков. — У меня нет ни малейших сомнений, что Назаров находился во время взрыва на вилле. Доказательства. Люди Пастухова вели круглосуточное наблюдение за виллой. Днем в бинокль, а в темноте с помощью приборов ночного видения. Я видел у них эти приборы. Пастухов утверждает, что за все эти дни Назаров ни разу не вышел из виллы. Не вижу причин ему не верить. Розовский выходил и неоднократно. Назаров ни разу. — Он мог покинуть виллу сегодня, — предположил Волков. — Совершенно исключено. В течение всего минувшего дня я наблюдал за воротами виллы. Это единственный выход. Назаров не выходил. — У вас был приказ наблюдать за виллой? — Я привык выполнять не букву, а суть приказа. Я счел себя обязанным лично ознакомиться с обстановкой. Если вы считаете, что я превысил свои полномочия, готов нести за это ответственность. — Продолжайте, — приказал Волков. — Мои наблюдения подтвердил офицер полиции, который вез меня в отель. Он прилично говорит по-русски. Они опросили два десятка свидетелей. Все подтвердили, что Назаров из виллы не выходил. — Позвольте, — перебил Волков, — вас вез в отель офицер полиции? Как это понимать? Вы были арестованы? — Напротив. В некотором роде мне была оказана честь. Так получилось, что после взрыва мне пришлось невольно взять на себя руководство спасательными работами. У местной полиции такого опыта маловато. Мои скромные заслуги были оценены незаслуженно высоко. Не исключено, что в завтрашнем номере газеты «Филалифтерос» появится моя фотография под рубрикой «Так поступают советские люди». Правда, фамилию репортер спросить забыл, но ее могут узнать в отеле. — Вы обязаны были этого не допустить. Я пытался, но слишком упорствовать было нельзя. Это вызвало бы подозрения. Зато мне удалось получить информацию, которую я не смог бы получить при других обстоятельствах. В припадке дружеского расположения офицер рассказал мне, под большим секретом, конечно, что погибший на вилле господин Грибанов на самом деле не Грибанов, а знаменитый русский бизнесмен и политик Аркадий Назаров. — Часу, часу не легче. Как они могли это узнать? — Извините, Анатолий Федорович, но я не рискнул расспрашивать его об их методах оперативной работы. Об этом, возможно, будет во всех завтрашних газетах. Здешняя полиция не упускает случая продемонстрировать свою информированность, чтобы доказать, что они недаром тратят деньги налогоплательщиков. Вы сможете это сами легко проверить. Фил Алифтерос выходит в электронном варианте, ее сервер есть в интернете. Дайте указание нашим специалистам запросить этот номер. — Немедленно прикажу. Значит, по-вашему, Назаров погиб? — Судя по имеющейся у меня информации, да, — подтвердил Голубков. — И на этот раз окончательно. Полиция тоже в этом уверена. Вулков долго молчал. Потом спросил. — У вас все? — Нет, — сказал Голубков. — В свете создавшейся ситуации у меня два вопроса. Первый. Как я понимаю, в интересах управления необходимо срочно организовать поиски виновников взрыва. По горячим следам. К сожалению, я засвечен и не могу взять на себя эту работу. Об этом и речи не может быть. Этим займутся другие люди. — Угу. — Займутся, — хмыкнул про себя Голубков. — Прям кинутся. — Второй вопрос, — продолжал он. — Что делать с командой Пастухова? Поскольку Назаров погиб, действие их контракта автоматически прекращается. Оставаться в трех оливах им нельзя. Они могут попасть в круг оследования, как свидетели. Это чревато непредсказуемыми последствиями. Должен ли я приказать им от вашего имени, чтобы они немедленно возвращались в Москву? — Да, — тотчас ответил Волков, — тем маршрутом, который был определен в разработке. Голубков понимал, что следующий вопрос, который он был намерен задать, вызовет у Волкова разлитие желчи. Но не задать он его не мог, так как ответ мог быть чрезвычайно важным. И Голубков спросил, невинно, на голубом глазу, — какой смысл? Пусть просто сядут на самолет и через четыре часа будут дома. Он на мгновение представил, какой груз спадет с его плеч, если Волков скажет, — конечно, вы правы, это проще всего, пусть так и сделают. Но Волков произнес совсем другое — ледяным, начальственно раздраженным тоном. — Ваша привычка обсуждать приказы просто возмутительно. Немедленно сообщите пастухову о моем решении. Ваша задача остается прежней — проконтролировать их прибытие в новий двор и доложить. Выполняйте, полковник! И прервал связь. Голубков повесил трубку и выгреб сдачу, которую в специальный металлический кармашек высыпал автомат. Умные здесь таксофоны и честные. Сдачу дают с точностью до копейки. Вместо московских продавцов поставить бы такие автоматы. — Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант. — Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Вас понял, товарищ генерал-лейтенант. — Да, понял. И гораздо больше, чем Волков мог даже вообразить. С Назаровым или без Назарова, но ребят ждут на польско-белорусской границе. Почему — неизвестно, зато известно, зачем. А это было гораздо важнее. Голубков спустился в порт, нашел диспетчерскую и долго выяснял, может ли он отправить радиограмму одному из пассажиров на борту парома, идущего в Стамбул. В Ларнаке почти все торговцы, кто лучше, кто хуже, но говорили по-русски. Даже на турецких харчевнях красовались надписи «Русский борч». Но до диспетчерской порта русская волна еще не дошла. Когда, наконец, грехом пополам выяснилось, что радиограмму послать можно, возникла новая трудность. На каком языке? На русском латинскими буквами? Но радист и смотреть на листок не стал. Не понимаю и не хочу понимать. В обсуждении, как выйти из положения, приняли участие человек десять служащих, не загруженных работой в этот поздний ночной час. Причем обсуждали они это с азартом футбольных болельщиков, едва ли не вцепляясь друг к другу в усы. И в конце концов кого-то озарило. Факс! Проблема была решена. Голубков присел в углу диспетчерской и, долго снимая испорченные листки, сочинял текст. Имя адресата Сергей Пастухов он вывел крупными латинскими буквами. Поймут. А дальше написал. Дорогой Сережа! Пишет тебе твой дядя Костя Голубков. У нас печальные новости. Сгорел дом наших соседей. Говорят, из-за взрыва газа в подвале или еще чего. Все, кто был в доме, погибли. В том числе и дядя Аркадий. О нем я уже отбил телеграмму в Москву. Так что встретит вас не сосед, а другой человек. Ты его должен помнить. Он будет ждать тебя на дороге возле нового двора. А звать его, скорее всего, и сам Адуев. Твой дядя Костя. И уже в отеле, добравшись, наконец, до постели и удобно пристроив на подушке ноющие от ушиба плечо, Голубков вдруг подумал. Все, что он сделал, имеет вышедшее из повседневного употребления, но точное название. Государственная измена. Но что входит в это понятие государства? И что считать изменой, а что служением ему? Не отдавая себе в том отчета, даже не помышляя об этом ни сном, ни духом, русский контрразведчик с 30-летним стажем, полковник Голубков, как и все 140 миллионов его соотечественников, граждан свободной России, невольно и неосознанно задался вопросом. На каких же принципах строить ему свои отношения со своей обновленной родиной, что на пользу ей, а что ей во вред, что есть воровство, а что законное обогащение, что честность, а что бесстыдство, и что, наконец, доблесть и достоинство, а что предательство и измена? Он словно бы стоял обнаженный по пояс, под беспощадным солнцем синая. В руках у него была кувалда и стальное зубило. Жгучий пот заливал глаза, брызгали в стороны крошки гранита, а на каменной стелле появлялись неглубокие еще лишь намеченные контуры первой строки. Не убей! И вторая уже туманилась в голове. И аз воздам! Странные видения посещают иногда русского путешественника. Часть вторая. Так что же мы имеем? Назаров снова погиб. В третий раз, считай, везет человеку. Один раз его попытались отправить на тот свет из салона Мерседеса в пригороде Женевы, второй раз с борта миллионерской яхты в Гамбурге, а теперь вот из шикарной виллы в Ларнаке. Нет бы грохнули половинка кирпича где-нибудь на задворках Киевского вокзала, или пьяный водитель бы задавил, или собутыльник зарезал кухонным ножом. Как нормальные люди гибнут. Так нет же. Яхту подавай или виллу. У богатых и тут свои причуды. Что ж, красиво жить не запретишь, а красиво умереть тем более. Ладно, погиб. Очень удачно получилось. И главное, вовремя. Промерили мы с началом операции хотя бы на один день. О взрыве виллы мы узнали еще на пароме Ларнака, Стамбул, из уклончивого, с намеками, факса полковника Голубкова. А подробности уже в Стамбуле из местной англоязычной Таймс. В утреннем номере была только краткая информация. Время взрыва, разрушения на набережной и в окружающих домах, двое убитых, трое тяжелораненых, один из которых, немецкий турист, скончался в больнице. Убежденность полиции в том, что погибли все обитатели виллы, в том числе ее арендатор, русский бизнесмен по фамилии Петров, а равно проживавший вместе с ним русский господин по фамилии Грибанов. В следующем номере Таймс, который доктор купил в киоске на турецко-болгарской границе, пока наш Ситроен медленно тащился в очереди к таможне на погранпереходе Малко-Тырного, взрыву в Ларнаке была отдана уже целая полоса. В репортаже приводились дополнительные подробности, рассказы свидетелей происшествия, было опубликовано несколько снимков, на одном из которых красовался, мы даже глазам своим не поверили, полковник Голубков собственной персоной, в разодранной спортивной курточке, с перевязанным плечом, в окружении нескольких черноусых греков с торжественными и даже суровыми лицами. Подпись под снимком гласила «Русский турист показал местным полицейским, как нужно работать в чрезвычайных ситуациях». Намек был тонкий, но вполне прозрачный. Полиция в Ларнаке набиралась из греков, турки не упускали случая уязвить киприотов греческого происхорзения. Но главная сенсация была в отчете о чрезвычайной сессии парламента, созванной на другой же день после взрыва по требованию оппозиции. Отвечая на обвинения в бездействии полиции, допускающей разгул русской мафии на территории республики и беспрецедентные по масштабу преступления вроде бойни на вилле Крион и взрыва виллы в Ларнаке, главный полицейский комиссар Кипра заявил, что полиция располагает неопровержимыми доказательствами того, что погибший при взрыве виллы российский гражданин Грибанов на самом деле являлся видным политическим деятелем России Аркадием Назаровым. На его жизнь было совершено уже два покушения, нет сомнений, что взрыв виллы в Ларнаке преследовал все ту же цель уничтожить политического противника. Таким образом, являются совершенно беспочвенными нападки оппозиции на республиканскую полицию, а спрос следует предъявить Министерству национальной безопасности, допустившему в республике беспардонное хозяйничание иностранных спецслужб. А поскольку уважаемый господин министр национальной безопасности представляет в коалиционном правительстве именно оппозицию, то ей и следует адресовать все претензии, прежде всего, к себе. Тут и пошло. Все два дня, пока мы катили по Болгарии вдоль Черноморского побережья по трассе Е-87, по очереди сменяя друг друга за рулем, док едва ли не каждый час вылавливал по вмонтированному в водительскую панель Ситроена приемнику сообщения ABC или CNN, посвященные гибели Назарова. Посольство России на Кипре немедленно заявило протест против обвинения российских спецслужб в организации покушения на Назарова. МИД Кипра ответил в том смысле, что клал он на этот голословный протест с прибором. Бюро национальной безопасности Германии объявило о том, что располагает неопровержимыми доказательствами участие во взрыве яхты Назарова в Гамбурге бывшего российского гражданина, сотрудника органов госбезопасности Бергера Петерсона. Пресс-центр ФСБ в тот же день информировал мировую общественность о том, что такого сотрудника в органах безопасности России нет и никогда не было. Влиятельный конгрессмен США, бывший помощник госсекретаря по национальной безопасности, заявил в интервью газете Washington Post, что неоднократно встречался с господином Назаровым, высоко ценил его суждения и советы. Гибель этого крупного талантливого предпринимателя и дальновидного политического деятеля может быть объяснена только тем, что господин Назаров обладал какими-то огромной важностью, тайнами и представлял собой весьма серьезную угрозу нынешнему российскому руководству. После чего российской стороне ничего не оставалось, как дать ответный залп из главного калибра. Пресс-секретарь президента озвучил высказывание Бориса Николаевича о том, что он самым решительным образом осуждает практику политического террора, от кого бы она ни исходила и какие бы цели ни преследовала, что он глубоко удручен гибелью своего давнего товарища-исподвижника и выражает сердечное соболезнование его родным и близким. Да, гибель Назарова была обставлена по высшему классу. Слушая переводы этих радиосообщений, которые вслух делал док, ребята только ухмылялись, а трубач время от времени даже гоготал во всю пасть, представляя, что будет, когда Назаров воскреснет. А воскреснуть он должен был 3 августа, ровно через 15 дней после нашего ночного разговора возле бассейна. Точнее, после приказа Назарова начать то, что они с губерманом называли биржевой интервенцией. Просто этот приказ и наш разговор совпали по времени. Начало разговора было трудным. И не то, чтобы я по натуре очень недоверчивый человек, но я ведь не только за себя отвечал. — Ребята доверили мне свои жизни, и ничуть не меньше. Тут хочешь или не хочешь, но станешь недоверчивым. Назаров, видимо, это понял. Поэтому, когда с прослушиванием пленок и моих кратких комментариев к ним было покончено, он предложил, давайте, Сергей, сделаем так. — Сначала я расскажу вам все, что знаю, а потом вы расскажете мне то, что сочтете нужным. Его рассказ не занял больше десяти минут, и многое в нем было откровением не только для меня, но и для губермана. Сюжет пьесы обрел полную завершенность. У меня появился единственный вопрос — кто за всем этим стоит? — Вам это знать не нужно. — И тебе, Фима, тоже. — Достаточно, что знаю я. — Ваша очередь, Сергей. Если, разумеется, я сумел доказать, что заслуживаю вашего доверия. — Доказали, — ответил я. — Просто не соображу, с чего начать. Нужно бы с главного, но... Если есть сомнения, начните сначала. И не пропускайте мелких подробностей. Со стороны они могут показаться совсем не мелкими. Так я и сделал. Мой рассказ был чуть длиннее его, но Назаров не прервал меня ни разу. Он сидел, откинувшись на спинку шезлонга, даже прикрыв глаза, словно бы дремал, а не слушал. Он не пошевелился, даже когда я закончил. Лишь бросил губерману. — Медикор. Губерман кивнул. — Понял. Назаров еще помолчал и произнес. — Контур. Губерман снова понимающий кивнул. И только после этого Назаров обратился ко мне. — Не хочу вас пугать, но вам грозит смертельная опасность. — Вы не перепутали? — спросил я. — Она грозит вам. — Мне тоже. Но вам сто крат. Вы оказались причастными к одной из самых страшных государственных тайн. — Из самых грязных, — заметил губерман. — Грязных — это из области морали. А в таких вещах нет морали. Тебе, Ефим, пора бы уже это запомнить. Мои дела затрагивают имущественные интересы группы очень влиятельных людей. — Ваша информация, Сергей, может оказаться взрывоопасной для самой власти. — Каким образом? — Ваш друг, которого вы называете доком, был прав, высказав предположение, что человеческие ткани, добытые в Чечне, были предметом спекуляции. Он недооценил возможные масштабы этой спекуляции. Не исключено, что речь идет о сотнях миллионов долларов. — Наличными. При таких масштабах акция не может быть осуществлена без санкции с самых верхов. — Вы сказали наличными. По-вашему, это особенный момент? — Решающий. — Коротко ответил Назаров. — Заметив мое недоумение, Губерман объяснил. — Пятьсот тысяч баксов в коробке из-под ксерокса, которую вытаскивали из Белого дома. О них стало известно случайно. А о скольких таких же коробках так и не стало известно. Откуда взялся этот нал? — Может, не из Чечни. — А может, и из Чечни. Почти все крупные дела делаются через нал. — А выборы президента, согласитесь, это крупное дело. — И Ельцин об этом знал? — Моги не знать, — ответил Назаров. — И, скорее всего, не знал. Мне хочется в это верить. Но сути это не меняет. — Что такое Медикор? — спросил я. — Немецкая фирма, контролирующая торговлю человеческими тканями, — объяснил Губерман. — Они могут вывести нас на продавцов и покупателей органов, полученных от операции «Помоги другу». — Придумали же название, а? — Что такое Контур? — продолжал я. Губерман усмехнулся. — Странно, что вы не знаете, как называется фирма, на которую работаете. Информационно-аналитическое агентство Контур. Это и есть управление по планированию специальных мероприятий. А как оно зашифровано в официальных документах, один только Волков, наверное, знает. Какой-нибудь отдел Б-11 или сектор Г-6. — Кстати, Фима, — прервал Назаров. — Отметь, сам Волков. — Щита, связи в коммерческих структурах, жена, дети, родственники. — Вы думаете? Назаров неопределенно пожал плечами. Я знаком с Волковым. Он сыграл важную роль в подавлении и первого, и второго путча. Человек долга. Я бы даже добавил человек чести. Но что он вкладывает в эти понятия? Не помешает проверить. — Сделаем, — кивнул Губерман. — Кому подчиняется Волков? — спросил я. — Фактически. — Тем же людям, о которых мы говорили, — ответил Назаров. — Ни их фамилии, ни должности вам ничего не скажут. Их знаю я. И этого достаточно, — повторил он. — А теперь, Сергей, припомните слово в слово. То, что вам сказал сегодня ваш куратор, полковник Голубков. Я повторил. Назаров надолго задумался, а затем кивнул. Это и есть на данный момент самая важная информация. — Когда вы с ним встречаетесь? — Завтра. В восемь утра. Скажете, что операцию перемещения начнете через два дня, а исчезнуть мы должны завтра утром. — Я прикажу охране сегодня всю ночь быть на ногах, — предложил Губерман, — и стрелять без предупреждения. — Не помешает, — согласился Назаров. Еще минут через сорок, когда основной план был намечен, Назаров поднялся. — Голова побаливает, — признался он. — Уточните с Фимой схему связи, а я пойду прилягу. — Я не сомневаюсь, Сергей, что вы и ваши друзья — люди смелые и знаете свое дело. — Но вот что я вам скажу. В юности я служил матросом на подводной лодке. И было замечено, что большая часть аварий происходит не во время похода, каким бы долгим и сложным он ни был, а в тот момент, когда лодка возвращается домой. Иногда прямо у входа в гавань. Не знаю, как сейчас, но в мое время командиры лодок объявляли при подходе к базе повышенную боевую готовность. Помните об этом. — Мудрое правило, — согласился я. — Да, правило мудрое. И Назаров был, конечно, мужик, не из тех, кто... — А это еще что за хрена та? Из поперечного проселка, скрытого какими-то строениями вроде птицы-фермы, словно бы выпрыгнул грузовик с десятиметровым прицепом и стал как вкопанный, перегородив трассу. — При нашей скорости в сто с лишним кмэ... Я только и успел заметить, как замелькали на руле мощные волосатые руки трубача. Ситроен перелетел через кювет, прошил с десяток загонов и какой-то курятник, обогнул грузовик справа, снес бампером километровый бетонный столб, подпрыгнул на бордерном камне, словно наскочив на противотанковую мину и ухнул всеми своими баллонами на асфальт трассы, как не точно зашедший на посадку тяжелый транспортник. — Я его, суку, сейчас, — рякнул трубач, выравнивая машину и перебрасывая ногу с газа на тормоз. — Жми, заорал я! — Жми, Калюня, жми! Не знаю, что сильней на него подействовало, мой вопль или необычное обращение к Калюня, но он вмял педаль газа в пол, Ситроен рванул так, будто набирал скорость для взлета. — А что такое? — Что такое? — завертел трубач головой, но тут и сам услышал легкие такие пощелкивания оборта и обшивку кабины. Будто камешки кто-то кидал. — Но это не камешки кидали, а поливали нас из калашей или узи сзади, вдогон. Когда и до трубача это дошло, он прямо рот от изумления раскрыл. — Что за фигня, пастух? Мы этого не заказывали. Мы где? — В Болгарии, — ответил я, не отвлекаясь. Ожми! — Надо же! — изумился он. — А я уж думал, в Чечне! — И было чему изумиться. Вратская Болгария, бывшая народная, социалистическая. Мирное предвечерье, пустое Приморское шоссе, рыбацкие филюги, впаянные в зеленоватое в белых барашках море, подступающие справа к шоссе, тихие овечьи отары на выжженной летним солнцем степи. Каким же недоразвитым художественным вкусом нужно оплодать, чтобы устраивать здесь засады в духе американских боевиков? В боковое зеркало я увидел, как из-за курятника, над которым еще стоял столб пыли, после того, как его насквозь прошиб Нарситроен, выскочил какой-то черный джип с хромированными защитными дугами и устремился вслед за нами, плюясь вспышками автоматных очередей и одиночными пистолетными выстрелами. Верхний люк джипа открылся, в нем появилась голова, а затем некое сооружение с двуногой сошкой, такое до боли знакомое сооружение, которое не могло быть ничем иным, кроме как легким пулеметом. Но я не успел угадать конструкцию, боковое стекло разлетелось от прямого попадания пули. Ничего себе! Заметил трубач и включил форсаж. Ходовые характеристики нашего Ситроена были такие, что хоть выпуская его на международное ралли Париж-Дакар. Но и горючку он жрал так, что каждые три-четыре сотни километров нам придется причаливать к комплексам интертанков симпатичным таким сооружением, где кроме заправки всегда есть кафе, мехмастерские, души и даже небольшие отели. И заливать в ненасытную утробу приходится не солярку, а высокооктановый девяносто восьмой и желательно Блайфрай, а литр его стоит почти полтора бакса. Из-за этого при покупке прижимистый Боцман целый скандал устроил, но времени искать дизельный грузовик у нас не было. Так что на всякий случай про запас мы купили и загрузили в кузов двухсотлитровую шелловскую бочку бензина, и сейчас воспоминание о ней заставило меня подскочить так, словно бы в задницу ужарила оса. Я высунулся в окно. Расстояние между нами и джипом сокращалось. — Не давай ему нас обойти! — крикнул я трубачу и рванулся в спальный отсек кабины. Док дрыг себе в подвесном гамаке, а Боцман, разбуженный тряской, сидел на матрасике и с просонья никак не мог понять, что происходит. Отсек соединялся с фургоном небольшой дюралевой дверью. Я пинком раскрыл ее и выварился в кузов, лихорадочно размышляя, чем бы прикрыть эту проклятую бочку, попадет в нее шальная пуля — все, сгорим, как рождественская шутиха. Но в фургоне, как на грех, не было даже какого-нибудь деревянного щита, не говоря уже о куске железа. Вообще ничего не было, кроме двух ковров, в одном из которых давеча вытащили с виллы Назарова. И бочка была стоимо привязана проволокой в углу возле кабины, точно чтобы от нас всех не осталось и мокрого места. — Откручивай, — приказал я Боцману, вывалившемуся в кузов следом за мной. А сам кинулся в конец фургона, с трудом удерживая равновесие на крутых виражах. Ясно было, что джип пытается нас обогнать, а трубач бросается Ситроэн из стороны в сторону, загораживая ему дорогу. Я расшнуровал плотно стянутые половинки тента и выглянул наружу. Джип висел у нас на хвосте, метрах в двадцати. Его мотало по всей ширине дороги. Водитель выискивал малейшую возможность протиснуться между кюветом и Ситроэном и вырваться вперед. Малый, торчавший в верхнем люке, припал к пулемету и короткими очередями лупил по нашим колесам. — Готово! — крикнул мне боцман и покатил бочку к заднему борту, наваливаясь на нее всем телом, чтобы инерции не вышибло ее из рук. У меня там мысль была самая банальная — положить бочку на бок. Но план боцмана, в который я мгновенно врубился, был куда лучше. Даже странно, как это у человека с просонья могут рождаться такие идеи. Мы притиснули бочку к середине заднего борта, отщелкнули замки и припали к щели, выжидая удобный момент. Он наступил довольно быстро. Ситроэн занял правую полосу на шоссе, джип повторил его маневр, это означало, что впереди появилась какая-то встречная машина. Джип начал подтягиваться. Я видел, как водитель джипа даже чуть подался вперед, чтобы не пропустить момент, когда левая полоса освободится и можно будет швырнуть свою машину в просвет. Встречная была уже на самом подходе. Я крикнул «Давай!». Мы навалились на бочку, борт откинулся, бочка грохнулась на асфальт и в нее, как по писаному, врезалась хищная морда джипа. Остальное покрылось мраком. Пардон, синим пламенем неизвестности. Я лишь успел краем глаза заметить, как справа мелькнула и снарядом ушла вперед какая-то встречная легковушка, а на том месте, где состоялась встреча джипа с двухсотлитровой бочкой прекрасного шелловского бензина «Бляй-Фрай», возник багрово-дымный шар, и из него в стороны и вверх полетели куски металла. И, может быть, не только металла. Мы с Боцманом сидели на полу фургона и провожали взглядом быстро удалявшуюся картину. — По-моему, это был Паджеро, — проговорил он. — Нет, Ренглер, — без особой уверенности возразил я. — Паджеро, точно тебе говорю! — почему-то загрячился Боцман. — Митсубиси Паджеро, движок три литра, пятидверный, семь мест. И не спой, вечно ты споришь! — Я возмутился. — Я спорю? А кто рубаху на груди рвал, доказывая, что этот Ситроен нам даром не нужен? Я? Солярка дешевле. Хороши мы были бы сейчас твоей соляркой, не так скажешь? Боцман посопел и согласился. — Ну так. Только это был все равно Паджеро. Мы подняли борт, защелкнули крепеж, зашнуровали заднюю часть тента, пулевые дырки в котором делали темный фургон слегка похожим на планетарий, и через спальный отсек пролезли в кабину. Док уже выбрался из гамака и сидел у окна с неизменной своей Мальборо. Он потеснился, давая нам место на сиденье, и спросил, — Ну так что же это было? — Митсубиси Паджеро, — ответил Боцман. — Мотор три литра, пять дверей, семь мест, — подтвердил я.